Сегодня 2 июня 2014 год. Я, Галина Бопова, с вами. Сегодня я участница рубрики «Диалог» для соцсетей благодаря Театру Моссовета. И мне прислали очень много вопросов, которые я пробежала, поэтому будет в основном экспромт. И я очень волнуюсь, потому что хочется ответить и подробно, и в то же время быстро, и не скучно. Спасибо вам большое, что прислали столько вопросов. Буду стараться на них отвечать. Итак, Екатерина Галичева задала вопрос. Чем больше всего запомнились студенческие годы, какие роли или образы вы сами считаете для себя близкими, о чем мечтали в детстве? Студенческие годы мне запомнились. Вообще студенческие годы – это вообще самое, наверное, лучшее время в моей жизни, потому что я жила в общежитии. Я из города Пензы, и, наверное, жизнь в общаге ни с чем не может быть сравнима. Потому что ты находишься в компании своих любимых однокурсников, друзей и днем, и ночью, и вечером. И мы такие устраивали там шоу в общаге. Охранники были в шоке. Вот. Наверное, вот общагой в основном запомнились студенческие годы. Какие роли или образы вы сами считаете для себя близкими? Все, наверное. Я такой очень общий вопрос. О чем мечтали в детстве? В детстве я мечтала быть врачом. Причем врачом-стоматологом. И вот только сейчас я понимаю, что как же я могла об этом мечтать. И вот сейчас я больше всего в жизни боюсь стоматологов. То есть я хожу. Я перед тем, как пойти к стоматологу, обязательно выпиваю какого-нибудь успокоительного чая. Или там, не знаю, успокоительную таблетку. Вот чтобы только как-то не прийти, не трястись. И стоматолог, к которому я хожу, все время он держит меня за рукой, гладит по плечу и говорит, все хорошо, деточка, все в порядке. И у меня вот так вот слезы текут. Хотя, в принципе, ну, не больно. Но вот такое у меня... Я испытываю большую тревогу перед походом к стоматологу. Дальше. Алина Уварова спрашивает. У вас достаточно много ролей в театре. Какая из героинь наиболее вам близка по темпераменту, характеру, в какой вы видите свое зеркальное отражение? Какая из ролей вам не очень принятна и близка? Ну, во-первых, у меня нет ролей, к счастью, которые мне неприятны и не близки. Как-то вот так вот получается, что все роли я очень люблю. Ну, или те, которые я не люблю, я как-то их накорню. То есть я отказываюсь от них. Например, в кино я, если читаю сценарий, и если в конце девушка вдруг там поканчивает жизнь самоубийством или там еще какой-то страшный финал или что-то там, то, что мне именно не... Ну, я немножечко верю в то, что... Так как я вкладываю свою душу в это все, и я немножко верю, что то, что происходит в кино, оно происходит и в жизни с человеком, он как-то так... Вот, поэтому я отказываюсь от ролей, в которых есть какие-то вещи, которые мне не нравятся. А любимая роль, наверное, в спектакле «Три сестры» Ирина, потому что она такая вот темпераментная, открытая, и в ней есть, наверное, все. И смешные куски, и трагические куски. И это, наверное, счастье для актрисы, когда в одной роли ты можешь сыграть все, что только ты можешь сыграть. Вот, и благодаря Андрею Сергеевичу Кончаловскому у меня есть теперь эта роль, и, по-моему, она хорошо мне дается. Ну, надеюсь. Вот, дальше. Галя, какие роли тебе ближе? Комедийные ошибки одной ночи, кастинг, шум за сценой, или драматические, или трагические? Дядя Ваня, «Три сестры», в случае убийства набирайте «М». Ой, я все люблю, но сложнее для меня играть комедийные роли, потому что, мне кажется, сложнее рассмешить зрителя, нежели заставить его плакать. Ну, потому что в жизни и так все как-то драматично у нас, и зрители приходят в театр получить удовольствие, и как-то, может быть, расслабиться, и, наверное, вот рассмешить зрителя тяжелее. Поэтому я люблю и комедийные, и трагические, но сложнее комедийные играть. Дальше. Константин Чарыев. Я извиняюсь, если я как-то неправильно буду ударение ставить на фамилии. Расскажите о своем отношении к Дуне из романа Достоевского. Как изменилось ваше отношение к героине и понимание ее жертвенности после того, как вы стали играть спектакль на сцене? И как вы к ней отнеслись, когда первый раз прочитали роман? Первый раз я прочитала роман в школе, как и многие произведения, которые я сейчас играю. И когда я читала в школе, я ничего не понимала. Я читала это просто потому, что задавали в школе, и потому что нужно было. Вот, поэтому я не помню, какое у меня было отношение. Наверное, никакого у меня было отношения. А сейчас я понимаю ее жертвенность. Наверное, с возрастом ты как-то больше начинаешь ценить близкие отношения, отношения сестры с братом. И почему она так жертвенна. То есть я, вот Галя Боб, я сейчас за свою сестру порву любого. А раньше мы с ней дрались, сдавали друг друга родителям. Ну, в общем, отношения были такие, мягко сказать, не очень. А сейчас с возрастом я понимаю, что я бы поступила так, как поступила Дуня за брата. Валерий Ивин. Трудно ли было найти общий язык с таким строгим, непростым человеком, как Алла Сигалова? Алла Сигалова, она не строгий и непростой человек. Да, она строгий, но она справедливый, в первую очередь, человек. И она, конечно, большой профессионал своего дела, и она уважает профессионалов. И когда она видит, что человек всю душу отдает работе, так же, как она поступает, конечно, с ней легко найти общий язык. А так как я стараюсь всегда на 100% отдаваться работе, то вот как-то мы с ней так легко и поладили, и она увидела во мне тоже человека, так скажем, больного в своей профессии. То есть я тоже, если отдаюсь, то полностью. Поэтому как-то вот легко получилось. Рита Анохина спрашивает, в спектакле «Кастинг» вы одна играете в паре. Сигалова говорила, что ставила танцевальные партии индивидуально под каждого актера. Это было ваше желание играть в паре? Вам так легче? Мне, ну, конечно, мне легче, потому что я 13 лет занималась бальными парными танцами. Поэтому, конечно, мне легче танцевать с партнером. Но это был не мой выбор. Это был выбор Аллы Михайловны, чтобы кто-то был один в паре. И рок-н-ролл мы пробовались все. Все танцевали рок-н-ролл. И вот как-то у меня, видимо, с моим партнером получилось это лучше всего. Поэтому нас решили поставить в пару. Ну, и я рада этому, конечно. Дальше. Дарья Решетникова. Когда заканчивается спектакль, что вы уносите с собой в душе, в мыслях? Ой, это самое приятное, когда заканчивается спектакль. Потому что весь спектакль ты отдаешь, отдаешь, отдаешь эмоции, чувства, силы. Ну, вот все, что у тебя есть. Ты хочешь поделиться, сказать зрителю свое отношение к роли. Что-то, может быть, даже не к роли, а свое отношение к жизни. И когда в конце ты получаешь море аплодисментов, а у нас очень большой театр, и зрителей всегда много, и аншлаги. И когда зрители в конце хлопают, и бывает даже стоя хлопают, нет ничего приятнее, когда ты получаешь в обратку двойную дозу положительных эмоций. И как-то вот, наверное, выходишь абсолютно счастливым человеком, что ты смог доставить удовольствие зрителям. Вот. Поэтому это счастье большое. Александр Чернов. Расскажите, пожалуйста, как вы начали работать в театре имени Моссовета? Я начала работать еще, учащаясь в институте. Мой мастер, Александр Сергеевич Леньков, стал ставить спектакль в театре имени Моссовета «Шум за сценой». И решил попробовать и взять двух студентов с нашего курса. То есть, ну, во второй состав. То есть, один состав вот Таня Храмова сейчас играет, а второй состав он взял меня попробовать. И так как-то получилось, что дирекция театра заметила меня, и я им полюбилась. Они сходили еще на наши дипломные спектакли, там, на «Ромео и Джульетту», «Будь здоров, школяр», это военный спектакль, где я играла главные роли. И как-то я им так полюбилась, они меня пригласили в театр. И с 2006 года я работаю в театре Моссовета. Очень люблю этот театр, очень. Правда. Я не знаю, не работала в других театрах, но мне кажется, что у нас потрясающая атмосфера, и как-то все друг другу помогают, любят друг друга. Ну, в общем, мне нравится, что я здесь работаю. Дальше. Я чувствую себя этой школьницей на экзамене. Татьяна Жаринова. Как удается совмещать загруженность в театре и работа в кинокартинах, сериалах? Да как-то вот ты вот думаешь иногда, вот как же мне сейчас, у меня сейчас ввод в дядю Ваню, это было буквально недавно, ввод в дядю Ваню, и параллельно съемки четвертого сезона «Девчонок». И ты не понимаешь, вот как бы мне пережить вот этот вот февраль. А потом как-то все так оно само складывается, и вроде бы ты все успеваешь и в театре, и в кино. Ну, единственное, конечно, это сложно переключаться именно эмоционально там с того же Чехова на девчонок, и потом опять с девчонок на Чехова. Это сложно. Поэтому, ну, мне это нравится, я люблю свою работу, и я поэтому стараюсь извлекать из этого, наоборот, какое-то удовольствие и позитив, нежели «Ой, как я устала, я так не делаю». Дальше. Угу. Павел Павлович. Павел Павлович, работаете ли вы с молодыми режиссерами или доверяете больше старшему поколению? Как-то так мне не приходилось выбирать режиссеров, но я работала и с молодыми режиссерами, и со старшим поколением. Работа отличается, потому что старшее поколение режиссеров, они все-таки как-то больше, в них больше конкретики, больше понимания того, чего они хотят. А с молодыми режиссерами, они такие экспрессивные, они сами, может быть, не совсем понимают, чего они хотят, но вот из них прет вот этот вот энтузиазм, и ты подключаешься к этому, и получаете, наверное, с молодыми режиссерами больше такая совместная работа. А со старшим поколением они уже сами тебе говорят, что и как они хотят видеть, потому что, видимо, они знают, как это будет выглядеть потом. Ну вот хотя с Андреем Сергеевичем Кончаловским я была поражена, как он работает, у него к каждому актеру свой подход, и со мной было, наверное, легко работать, потому что я сама такой человек, который там придумывает, что-то там сочиняет, и он мне давал абсолютную свободу. Конечно, он что-то там подправлял, подправлял, но вот я, например, какую-то сцену делаю, у меня сразу там три варианта, как ее сделать, вот, а он уже выбирает, какой из этих вариантов ему больше нравится, ну и корректирует. Какие-то сцены до сих пор он со мной репетирует, которые, ну, он считает, и я понимаю, что они там не до конца получаются, и вот он до сих пор, он ходит на каждый спектакль, это низкий ему поклон за это, что он ходит на каждый спектакль, это большая-большая редкость, и репетирует и перед спектаклем, и после спектакля, то есть такой ответственный режиссер, который болеет за свои работы. Дальше. Кузьма Басенко. Простите. Представьте, что у вас есть уникальная возможность сняться в главной роли в фильме любого режиссера, от Эйзенштейна до братьев Коэн. Кто бы это был? И тот же вопрос про театральных режиссеров. Ну, если бы у меня была такая возможность, то я, конечно, бы хотела сняться у Квентина Тарантино, и еще, наверное, у Хичкока. Было бы вообще круто сняться в триллере. Я каждый раз смотрю триллер, и мне кажется, это интересно, то, что мы видим в итоге, и то, как это снимается изначально. И из... А если из российских режиссеров, то у Гайдая. Ну, уже не получится. Ну, в общем, у Гайдая было бы круто сняться. Из театральных было бы интересно поработать с Фоменко. Ну, если бы я родилась на несколько десятков лет пораньше, то, наверное, у Станиславского. Интересно, да. Сказал бы он мне, верю. Или бы сказал, Галина, уйдите со сцены, я вам не верю. Так. Угу, угу, дальше. Роман о Блотея. Скоро состоятся гастроли в Италии. Что вы ждете? О, музыкальное оформление. Скоро состоятся гастроли в Италии. Что вы ждете от неаполитанской публики? С какими мыслями и ощущениями туда едете? Расскажите про лондонские гастроли. Ой, с какими мыслями. Я очень люблю Италию. Я была там... Роман о Блотея. И я абсолютно влюблена в эту страну. Конечно, мне еще раз хочется туда съездить. Ну, хочется... Ожидается, конечно, что они встретят нас хорошо. И мы постараемся на 100% как-то выложиться и... В общем, порадовать их русским театром. А лондонские гастроли были очень сложные, хотя и классные. Мы сыграли 13 спектаклей. Пришлось играть по несколько спектаклей даже в день. Бывало, что спектакли утром и вечером. Поэтому Лондон посмотреть особо не получилось. Потому что сил не было. Но зрители, конечно, они помогали нам. Они встречали нас очень круто. И даже сказали, что это впервые вообще там за 50 лет, когда русский театр привез столько спектаклей подряд. 13 спектаклей. И все билеты были проданы вплоть до стоячих мест. Что, конечно, делает нам такой комплимент с их стороны. Вот. Но тяжело. Тяжело. Сложные спектакли. И три сестры, и дядя Ваня. Сил потратилось. Какая самая запоминающаяся роль была в вашей актерской деятельности? Ну, наверное, две самых запоминающихся роли. Первая – это роль Сашеньки в фильме «Иванов». Потому что это была вообще первая моя работа в кино. И я сразу столкнулась с такими маститыми актерами, как Марцевич, Ольга Волкова, Леша Серебряков, Богдан Ступко. И как-то вот… А я одна самая зеленая, самая молодая. Конечно, было и круто работать, и сложно, но они меня поддерживали очень сильно. Они прям… Леша Серебряков помогал мне никогда не забуду. Он большой… Большой опыт мне оставил вот эти вот съемки в этом фильме. А в театре… Это даже не в театре, это дипломная работа «Роману Джульетта», где я играла Джульетту. И это, наверное, вот одна из моих любимых первых ролей. Ну, такая она и сложная, и в то же время роль для меня. Вот с моей энергетикой вот такие роли, наверное, я люблю. Скакала там, как 14-летняя девочка. Вот. Такая сейчас типа старая. Сейчас. И кто что написал дальше? Ирина Кудельникова. Школьные годы. Какие они для тебя? Горькие или счастливые? Школьные годы? Ой. В школьные годы я танцевала. Все школьные годы я протанцевала. Я в школе была только вторник, среда и четверг. Вот как-то так. Ну, по счастью, я бывала там в понедельник, в пятницу тоже, в субботу. Но в основном я каждую неделю ездила на гастроли, вот на конкурсы танцевальные. И все это знали, и все это одобряли. И я на все школьные праздники тоже танцевала. У меня был парень в девятом классе, вот, с которым мы целовались. У него был пейджер. Он считался самым крутым парнем школы, вот. И в школьные годы, да, они такие, самый запоминающийся был, наверное, 11 класс, когда, наконец-то, наш класс сплотился. И мы поняли, что нам через год расставаться, и, в общем, как-то мы вдруг стали большой семьей. Сейчас, 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 я теряю вопрос. Ася Анисимова. Расскажи про миг, когда ты решила стать актрисой. Если бы ты не выбрала такой путь, то на кого бы ты пошла учиться? Я решила стать актрисой после новогоднего сна. Я загадала себе на Новый год сон. Чтобы, ну, чтобы он был вещем, и то, что произойдет во сне, то я должна сделать в следующем году. И мне приснился вот такой сон, что я актриса. И для меня это было удивительно, поразительно. Но я была уверена, что я поступлю в театральный институт. Прям вот, вот сто процентов. Я шла с такой уверенностью поступать, и поступила с первого раза. Поступила. Вот. Это то, что касается актерской работы. А, если бы я не выбрала такой путь, то я бы пошла учиться на тренера спортивных бальных танцев. И, собственно, это у меня и было в планах. В 11 классе я думала, что я поеду жить сначала в Волгоград, потом в Санкт-Петербург. Но как-то судьба меня закинула в Москву. И я в Москве тоже закончила институт танцевальный, РГУВК. То есть он спортивный, но там факультет танцевальный. Я закончила два института. Один вот на тренер спортивных танцев, а второй в ГИК актерский. Дальше. Фанатка Галины Боб. Спасибо. Галя, какой твой самый любимый фильм, сериал? Мой любимый фильм, да их много, их очень-очень много. Вот буквально вчера вспоминала фильм «Храброе сердце», который я, наверное, пересмотрела, ну, я не знаю, раз 7-10, может быть. Ну, в общем, очень много раз я пересмотрела этот фильм. Вот. А сериал мне очень понравился, сериал «Физрук», который вот недавно вышел. Я прям посмотрела взахлеб все серии. Как-то прям полюбила Нагиева. Ольга Будько. Часто ли вы общаетесь с актрисами сериала «Девчонки» помимо съемок? Да, бывает. Ну, как бы мы, если не считать то, что мы практически живем на съемках и все время вместе, и расстаемся только на ночь, то если вот говорить о перерывах, вот, например, сейчас у нас мы сняли четвертый сезон, и у нас сейчас там двух- или трехмесячный перерыв будет. Так вот, во время этого перерыва мы обязательно будем встречаться где-нибудь в кафе, на днях рождениях, на каких-то совместных интервью или просто пойти в парк погулять. Ну, не говоря уже о том, что мы созваниваемся, списываемся, спрашиваем, как у кого дела, вот, радуемся, если у кого-то какие-то новые роли или там в театре, в кино. Конечно, мы общаемся. Так, Янина Зеленцова. Галя, когда выйдет четвертый сезон «Девчонки»? 16 июня 2014 года, вот. И Елизавета Волкова. Галина, вы когда-нибудь смотрела аниме, и как вы относитесь к этому жанру мультипликации? Нет, наверное, не смотрела. Нет, не смотрела. Поэтому никак не отношусь, простите меня, если кого-то обидела. Вика Мичурина. Какое время года ты больше всего любишь? Я тебя сильно люблю. Спасибо большое. Мне очень приятно. Какое время года ты больше всего любишь? Лето. Лето люблю больше всего. И еще люблю Новый год. Потому что каждый Новый год я езжу в Пензу, домой и отмечаю этот праздник в семье. Поэтому вот Новый год, хотя я не люблю зиму, но вот Новый год люблю. Вика, привет. Александра Гневашева. Какой цвет тебе нравится? Мне нравится зеленый. Зеленый и все светлое. Вот. Не обращайте внимания, что я сегодня в красном. Ну, красный тоже люблю иногда, под настроение. Олег Бакин. Какую машину вы себе хотите, Галя? Я хочу себе машину времени. Машину времени, ну так. Но в будущее я бы не полетела. А вот в какие-то моменты из прошлого я бы с удовольствием слетала бы. Вот. Артем Горохов. Какое у вас желание? Как вы учились в школе? У меня желание, не знаю, родить ребенка, наверное. Вот. Ну, не прямо сейчас, но вообще вот такое, наверное, желание. Как вы учились в школе? Я закончила школу со всеми пятерками. Наверное, это благодаря тому, что учителя меня очень любили. Я была больше хорошей девочкой, чем плохой. Ну, и плюс, потому что я занималась танцами. И танцевала, опять же таки, на всех вот вечерах, праздниках. И учителя относились ко мне как-то благосклонно. И с любовью многое мне прощали. Вот. Поэтому я закончила с пятерками. Евгения Колокольцева. Как началась твоя карьера? Моя карьера началась с поступления в театральный институт. А как я туда поступила? Ну, такая была интересная история. Ну, в общем, с новогодним сном. Вы поняли? А дальше я пошла пробоваться во все институты. И как-то так получилось, что со всех институтов меня как-то быстро слили. Там, с первого, с второго тура. А остался один в ГИК, куда я еще не ходила. И там был, как выяснилось, самый большой конкурс. И мастером там был, набирал Александр Сергеевич Леньков, про которого мне сказали, что он страшный дяденька и ему нужны красивые или смешные. Вот. Ну, я подумала, что, ну, может быть, я не очень смешная, но, по крайней мере, симпатичная. Я никогда не считала себя красивой. И я, у меня были белые волосы, я, значит, собрала их в хвост, вот так вот накрасилась, одела черную водолазку, вот так вот юбку, эти сапоги выше колен, такие ботфорты. Вот. И думаю, ну, такая вот я буду женщина-кошка. Не знаю, потому что в 17, нет, мне было 19 лет. Вот в 19 лет я, наверное, считала себя такой. Яркой девушкой. И как-то вот я пошла к Ленкову пробоваться. И он меня сразу взял на второй тур. И вот все, в этот день взяли только меня и моего сейчас уже лучшего друга Тимура Арагвелидзе, с которым мы и в институте как-то. Вот сразу мы с ним сдружились, вот с первого тура взяли из ста человек нас двоих. И дальше у нас как-то вот мы задружились и до сих пор ездим друг к другу в гости. Вот так началась моя карьера вот с театрального института. Карина Хуснуддинова. Хуснуддинова. Ты любишь нас, фанатов? Конечно, люблю вас. Мне без вас, без вас, для чего тогда все это, для чего я снимаюсь? То есть это же все ради вас, все эти съемки и спектакли для зрителей, для вас, фанатов. И мне, конечно, очень приятно, что вы у меня есть, и что вы меня любите, и я тоже вас, конечно, очень люблю. Спасибо. И мне, я всегда пишу там в ВКонтакте, в группах, я всегда читаю то, что вы пишете, и улыбаюсь. Екатерина Коробова. Какой год был для тебя самым важным, лучшим? Каждый год важный, лучший, и это то, как ты его сам себе сделаешь. Вот я сейчас не могу, наверное, вспомнить, чтобы вот какой-то год. Может быть, прошлый год был одним из лучших, потому что у меня родился племяшка, которого я обожаю просто. Илья Одинцов. Вы приедете в Вологду? Ну, я думаю, когда-нибудь обязательно я приеду в Вологду. Так у меня никого там нет, ни родственников, ни знакомых. Но если вдруг судьба меня закинет туда, то можем встретиться. Полинка Пегашева, или Пегашева, простите. Какой праздник ты больше всего любишь? Новый год. А нет, еще люблю день рождения, конечно. Ну, когда тебе говорят разные приятные слова, там. Вот это я люблю, конечно. Карина Виноградова. А как прошло ваше детство? Ой, я не знаю, у меня, может, оно еще и не прошло, потому что иногда кажется, что я еще ребенок. Ну, вот, правда, бывают такие и поступки я совершаю такие детские. И как-то вот, наверное, оно не прошло, оно вот все идет, мне кажется, детство идет. Ну, вот детство мое прошло. Танцевала, я все время танцевала. И это было круто, потому что я объездила очень много городов, и стран, и городов, вот, благодаря вот этим конкурсам. Такое яркое детство. Оксана Яковлева, какую музыку ты слушаешь? Ну, в данный момент я слушаю, в машине у меня включен диск Аббе. Люблю Аббу, люблю Битлз. На самом деле я люблю разную музыку, то есть нет каких-то там у меня определенных там предпочтений и жанров. По настроению. Иногда классическую, иногда вот поп-музыку я тоже очень люблю. Русскую музыку люблю. В общем, люблю разную музыку. Это был последний вопрос. Спасибо большое, если вы выслушали меня до конца, если вам не было скучно. Вот. А если кто-то уснул, спокойной ночи. Спасибо.